Предупреждение. Потребители должны иметь хорошее здоровье для того, чтобы применять предлагаемую методику оздоровления лица. Если вы, как потребитель, страдаете от какой-либо болезни, ослабляющей ваше здоровье, обратитесь к врачу. Эмма Харди не принимает никаких жалоб на причиненный вред здоровью, ущерб, повреждения или какие-то другие последствия, возникшие у потребителя в результате использования этой обучающей программы. Эмма Харди. Секреты молодости. Твое любимое лицо. Джул Синклер, дизайнер. Я использую методику Эмма Харди два с половиной года. Произошли фантастические изменения с моим лицом. Мне очень нравится то, что она не агрессивная, а естественная и чрезвычайно целительная. Мишель Эсклапес, финансовый консультант. Я занимаюсь упражнениями Эмма Харди вот уже два года. Это фантастика. Они заряжают тебя энергией, ты просыпаешься и просто вдыхаешь жизнь в свое лицо. Кровь так и бурлит в тебе. Эти упражнения вызывают поразительные изменения в коже лица. Эта методика приносит потрясающие результаты. Я никогда не замечала, чтобы моя кожа становилась такой цветущей после применения любой другой косметической или тренирующей техники. Ее методика совершенно изменила поверхность и состояние моей кожи. Я делаю эти упражнения каждое утро. Это занимает пару минут. После них я выгляжу великолепно и чувствую себя прекрасно. Мне кажется, что я просто свечусь. Моя жизнь изменилась поразительным образом с тех пор, как я стала применять эту технику. Введение. Привет, я Эмма Харди. Я покажу вам, как научиться выглядеть на годы моложе, применяя мою методику лепки лица и цикл тонизирующих упражнений. Джулс использовала мою методику, чтобы подтянуть и наполнить правую половину лица. Только посмотрите, какой гладкой стала кожа ее лба, как разгладились морщинки. Обратите внимание, какой мягкой и гладкой стала кожа вокруг глаз. Морщинки разгладились и пропали. Посмотрите на ее щеки. Они так поднялись, такой у них цвет. Линия от носа ко рту совершенно разгладилась. Вот, посмотрите. Посмотрите на линию мышц ее челюсти. Она сильно поднялась, тонизировалась и стала твердой. Левая щека выглядит более вялой и мягкой. Она обвисла и серая. У правой щеки гораздо лучший цвет, и она более гладкая. Ее кожа выглядит упругой и свежей. Она стала моложе по меньшей мере на пять лет. Джулс потянула кожу лица ничем иным, как силой прикосновения. В течение многих веков человечество использовало эту силу для исцеления различных частей тела. Я покажу вам, как применять эту энергию, чтобы у вас появился собственный естественный способ подтяжки кожи. Благодаря концентрации и небольшому усилию вы сможете преобразовать не только свою кожу, но и свою сущность. Перед тем, как начать, важно знать основное строение лица. Самый глубокий слой — это кость, определяющая форму лица. На кости расположены 57 мышц лица. Следующий слой — кожа, которая сама состоит из двух слоев. Толстая сосудистая кожа — дермис, поддерживающая прокладку жира, и укрепляющий кожу коллаген. Затем идет защитный слой эпидермиса, который вы каждый день видите в зеркале. Научные изыскания показали, что можно использовать силу прикосновения и мысленное зрение, чтобы заживлять и омолаживать все части тела. Роджер Кокхилл — магистр гуманитарных наук-биолог. Исследования нашей лаборатории и ученых всего мира раскрывают тайну работы биополей тела. Биоэлектромагнетика — очень молодая наука. Она открыла, что наше тело, как и вся природа, очень умный организм, имеющий свою энергетическую систему, которая осуществляет связь всех клеток тела и мозга. Эта наука имеет отношение к технике Эммы. Она стоит на первом крае нашего понимания того, как мы можем использовать это знание, чтобы совершенствовать свое тело. Пока мы живы, работают все клетки нашего тела. Они делятся и растут. Они способствуют наиболее совершенному прохождению всех процессов в нашем теле. Техника Эммы усиливает уже существующие сигналы мозга, идущие к клеткам. С их помощью они лучше их слышат и поэтому более эффективно работают. Есть два этапа на пути к омоложению кожи. Надо тонизировать и укреплять мускулы, применяя мои упражнения для лица. Затем с помощью лицевого конструирования или лепки можно напитать и сформировать кожу, вернув ей прежнюю красоту. Я занимаюсь техникой Эммы около двух лет и обнаружила большую разницу в своем самочувствии. Ощутила немало физических и других плюсов, которые она вызвала. Со временем вы начинаете видеть результаты. Вы видите, что происходит и почему. Вы начинаете делать упражнения, и это становится вашей второй натурой. С их помощью вы в течение пары минут видите чудо своего колдовства. Это здорово. Утром мы смотрим на отражение своего лица в зеркале. Если я не делаю упражнения, я вижу огромную разницу. Когда я занимаюсь, я чувствую себя и выгляжу великолепно. Упражнения для лица Этот раздел посвящен упражнениям для лица. Для начала назовем основные группы мускулов лица. Здесь у вас две большие плоские мышцы, создающие лоб. Поднимите эти две мышцы вверх. Медленно приподнимите брови и снова сведите их вместе. Область глаз и век состоит из больших круглых мышц. Используйте эти мышцы для того, чтобы сильно сжать веки, а потом разжать. Область щек состоит из трех полос мышц, прикрепленных к губам и к скулам. Медленно приподнимите область щеки и опустите. Потом с другой стороны. Рот создан из большой круглой сети мышц, которые также формируют и губы. Сильно напрягите и сожмите эти мышцы и расслабьте. Подбородок состоит из небольшого сгустка мышц. Напрягите эти мышцы и сожмите их небольшой шарик. И расслабьте. Область челюсти состоит из двух больших мощных мышц, прикрепленных к челюстной кости и к области щеки. Эти мышцы используются для жевания. Сильно напрягите и сожмите эти мышцы и создайте напряжение в челюсти. И расслабьте. Область шеи состоит из большой оболочки мышц. Сильно напрягите эти мышцы и всю область шеи. Выдвиньте вперед челюсть и расслабьте мышцы. Резюмируем наши действия. Расслабьте область головы и плеч. Сделайте два глубоких вдоха и почувствуйте себя расслабленным. Оставайтесь как можно более раскрепощенным. Медленным контролируемым движением попробуйте растянуть все основные группы мышц лица. Лицевая мобилизация. Также можно потягиваться всем телом утром. Не забывайте использовать силу мысли для того, чтобы полностью сосредоточиться и напрягать разные группы мышц. Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и тонусом. Сосредоточьтесь на результатах, которых вы хотите достичь. Потратьте на это от 10 до 30 секунд. Индивидуальные тренировки. В этой части вы начнете заниматься. Убедитесь в том, что вначале вы выполнили упражнения на разминку. Эти упражнения укрепят и тонизируют мышцы вашего лица. Будьте внимательны и в добрый путь. Сжатие челюсти. Первое упражнение – это сжатие челюсти. Оно поможет тонизировать и укрепить область шеи и линию челюсти. Положите руку на ключицу, поднимите подбородок вверх и почувствуйте растяжение. Улыбнитесь от уха до уха, держа рот слегка раскрытым. Медленно опускайте и приподнимайте область челюсти. Вверх, вниз. Повторите это движение 12 раз. Сделайте паузу, а затем повторите его еще 12 раз. Используйте силу мысли для того, чтобы мысленно видеть и сосредоточиваться на различных мышцах, над которыми вы работаете. Это поможет вам придать силы этим мышцам и принесет гораздо более быстрые результаты. Убедитесь в том, что вы чувствуете небольшое сжение. Это означает, что мышцы работают. Чмоканье губами. Упражнение чмоканье губами поможет вам тонизировать и укрепить область шеи, линию челюсти, губы и щеки. Положите руку на ключицу, поднимите голову вверх, сожмите губы и чмокните. Чем громче будет звук, тем лучше работают мышцы. Используйте мозговую энергию для того, чтобы сфокусировать направление энергии на различные группы мышц. Это поможет сформировать и укрепить эти мышцы. Повторите это движение 12 раз. Сделайте паузу, а затем повторите снова. Тонус глаз. Упражнение для глаз поможет вам тонизировать и разгладить верхние веки, окружающие их область. Положите указательные пальцы под брови. Надавите вверх и плотно прижмите кости. Медленно сожмите веки, считая до пяти. Затем резко сожмите и расслабьте веки 12 раз пульсирующими движениями. Сделайте паузу, затем повторите все движения снова. Используйте энергию мозга, чтобы полностью сосредоточиться на группе мышц, с которой вы работаете. Помните, это поможет вам быстрее достичь результата. Постарайтесь заниматься каждый день и не забывайте о жжении. Разглаживаем лоб. Для того, чтобы разгладить лоб, надо работать над двумя плоскими мышцами, ответственными за горизонтальные линии на лбу. Положите указательные пальцы над бровями, потяните их вниз и крепко держите. Медленно преодолевая это давление, поднимайте мышцы вверх в течение 30 секунд. Почувствуйте, как работают мышцы против давления указательных пальцев. Сделайте паузу, затем повторите все движения снова. Следите за жжением и занимайтесь ежедневно. У меня такое чувство, что она преподнесла мне настоящий подарок. Это нечто потрясающее и останется со мной на всю жизнь. Я постараюсь рассказать об этом другим. Я уже убедила многих заняться этим, потому что результаты потрясающие. Мне так повезло, что я знакома с этой методикой. Продолжение следует...